Брутально и с огоньком. Кромкие фигуры в мире спорта Владимир Минеев и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции. Скоро им предстоит сразиться в бою. Он состоится 20 июля в Москве. На встрече затронули множество тем. Бывшие профессии, боевые стили и планы Владимира уйти в политическую и общественную деятельность. Ты знаешь, Магомед, здесь... Мы же у меня дома собрались. Здесь моих земляков очень много, а они... Мои земляки меня не меньше захотят увидеть на посту человека, который будет помогать им. Но в социальном плане, зная мою порядочность, поэтому мне кажется, что они больше меня хотят увидеть уже как функционера, не спортивного, не только спортивного, но и как человек, который будет делать этот город, этот регион, эту страну чуточку лучше. Конференция прошла на одном дыхании, с шутками, в атмосфере здорового спортивного духа. Далее перешли к кульминации вечера, а именно к третьему мастерскому турниру по смешанным боевым единоморствам в памяти Петра Минеева и всех героев, погибших при защите интересов России. 14 июня Петру исполнилось бы 33 года. Ульяновец героически погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции в феврале 2022 года. Проведение турнира инициировал брат погибшего Владимир Минеев. В главном противостоянии вечера победу над молодым ульяновским бойцом Амаром Алиевым одержал боец из Махачкалы Казбек Сайдалиев. Зрелищную схватку оценил губернатор Алексей Русских. Будет еще матч-филанс, почему нет? 22 года, только начало спортивной карьеры. Я вижу, что потенциал у него просто потрясающий. Ну а мы все будем помогать. В состязаниях участвовали около сотни сильнейших спортсменов из 18 регионов Российской Федерации. Призерами соревнований среди ульяновцев стали Саид Залов и Ильяс Ибрагимов. Виктория Черкова, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ.